О сложностях с грузоперевозками на границе Казахстана и КНР высказался глава государства. В своем видеообращении на открытии 4-й китайской международной выставки импортных товаров Касымжамар Тукаев выразил надежду на то, что временные ограничения, введенные в связи с пандемией на казахстанско-китайской границе, скоро будут отменены. Несмотря на трудности, только в сложный 2020 год двусторонний товарооборот вырос на 5% и превысил 15 миллиардов долларов. Китайская пословица гласит, когда дует ветер перемен, одни строят стены, другие строят ветряные мельницы. Мы надеемся, что временные ограничения, введенные в связи с пандемией на казахстанско-китайской границе, скоро будут сняты, и наши взаимные товарные потоки будут в полной мере восстановлены. Напомню, речь идет об ограничениях, введенных китайской стороной. Из-за этого грузы казахстанских импортеров и экспортеров месяцами вынуждены простаивать на станциях. В результате бизнес терпит колоссальные убытки. После переговоров на правительственном уровне ситуация начала меняться. Китайская сторона подтвердила, что увеличит пропуск грузовых поездов. Но, как известно, сложности еще сохраняются. Этот древний торговый маршрут был возрожден благодаря масштабной инициативе пояса и пути председателя Си Цзиньпина. На сегодняшний день ежегодно из Китая в Европу через территорию Казахстана перевозится более 500 тысяч контейнеров. После запуска морского порта Курык срок доставки грузов из Харгоса в Стабул по транспортному коридору Ленинган-Карс сократился в пять раз с 60 до 13 дней. Помимо Харгоса мы с соседними странами создаем новый трансграничный хаб. Эпидемия коронавируса, охватившая весь мир, серьезно подорвала глобальные торговые связи. Поэтому Казахстан продолжит тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для усиления и диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок, а также внедрения инновационных логистических подходов. Продолжение следует...